В Краевой столице прошло совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Кубани. Во время заседания глава региона Вениамин Кондратьев призвал жителей уйти на самоизоляцию. Уже с этой недели будут ограничены межмуниципальные пассажирские перевозки и работа железнодорожного транспорта. Бассейны, фитнес-центры, детские развлекательные комнаты, боулинги, кинотеатры, ночные клубы, санатории и отели также приостановят свою работу. С 30 марта по 3 апреля, согласно указу президента, объявлены нерабочими днями. В связи с этим клиентские службы пенсионного фонда налоговой будут принимать граждан исключительно по предварительной записи. Офисы МФЦ закроются до 3 апреля. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции важно соблюдать меры личной предосторожности, избегать мест большого скопления людей, не посещать парки и детские площадки, тщательно мыть руки и носить медицинские маски. Что касается последних, то на сегодняшний день в аптеках их трудно купить. В связи с острой необходимостью в данной продукции, славянское предприятие «Белара» одним из первых в крае перешло на выпуск медицинских масок. Однако на данный момент спрос превышает предложения, поэтому руководством предприятия было принято решение о расширении производства. Подробности в материале моих коллег. Швейное предприятие «Белара» в нашем районе работает уже более 20 лет, выпуская большой ассортимент женских, мужских и детских трикотажных изделий. В связи с возникшей ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, руководством предприятия было принято решение перейти на выпуск медицинских марлевых повязок, столь необходимых сейчас. Маски выпускаем двух видов. Маска марлевая восьмислойная с повязками. Размер маски 13 на 25. Повязки у нас по 30 сантиметров. И второй вид марлевой повязки с резинками. Резинки 12 сантиметров и размер маски 13 на 25. Первая партия повязок была направлена в Славинскую центральную районную больницу. Сейчас заказы поступают со всего края и даже из других регионов. Но справиться с таким объемом заказов на данный момент сложно. На предприятии работает всего 10 швей, которые в день выпускают 1300 повязок. Чтобы увеличить объемы производства, было принято решение набрать дополнительный персонал. Необходимое оборудование есть. На сегодняшний день потребность в выпуске масок очень большая. И, конечно, очень хочется, и я приглашаю, призываю жителей города и района, которые умеют шить, приехать к нам в Петровскую на трикотажное производство Белара и помочь нам в выпуске изготовления масок для населения. Заказов очень много. Рабочие руки, квалифицированные швеи, они помогут в выпуске повязок и тем самым помогут спасти жизни многих людей. Набранные дополнительно люди могут остаться здесь на постоянную работу. Благодаря содействию районной администрации будет решен вопрос и с подвозом работников в Станицу Петровскую, где находится предприятие. По вопросам трудоустройства можно проконсультироваться по телефону 91-250. Анна Монастыренко, Георгий Каринин, программа «События».